Сейчас я только звук погромче сделаю, так, вот это максимально, Женя, все, я ухожу из дома, давай, вот садись, это Игнатик, садись, я ухожу, ухожу, я из дома ухожу, чтобы не мешать, садись, да ладно, все. Добрый день, Евгений, давай познакомимся, вот, ну мама вот пожелала, чтобы познакомились мы, может какие-то вопросы будут. Она считает, что что-то у вас не урядится, или как сказать, ну у меня опыт огромный, я много в разных ситуациях был, был начальником, у меня большой контингент был, люди разные были, и поэтому слово Божие, оно все поставит на место. Что за ним не урядится? Вас что больше всего беспокоит? Больше всего беспокоит? Да. Если здоровье, как бы, ну по здоровью понятно, на всех, наверное, беспокоит. По здоровью я вообще-то не знаю, что делать. А у вас что со здоровьем? Зубы посыпались, легкие побаливают, сердце периодически, агермолит хронический. А вы курите, нет? Месяц не курил, по вчерашнему я. Последствия остаются. Три года надо не курить, чтобы полностью выдало из организма эту отраву. Курение табака у вас сокращает жизнь на 13 лет. Голова периодически болит, память иногда пропадает. Ну, за головой, были бы вы рядом, тут я бы, у нас бывает человек заболеет, ничего не ладится. Я его приглашаю домой, у меня неделю проживет, у него все болячки эти уходят. Вставать вместе будем, молиться. Сразу человек уходит на работу, у него все наладилось. Один там запил, через 4 дня все бросил. Надо жить очень интересно, такая короткая жизнь. Вставать в одно время нужно всегда, в 4.40. Помолился, а ложись раньше. Вот у нас здесь интернетное содружество есть. Я вам скину сейчас данные, и вы попроситесь, чтобы приняли. И утрами там, а днем у нас через 2 часа молитвенный звонок, дозвон идет. Люди из разных стран, и вы увидите, что у нас за люди. Какие юноши, какие девицы. У нас очень хорошее содружество. Мы знаем нужду друг друга, всегда молимся друг о друге. Человек верующий, он и живет для будущего. Загробная жизнь. Суд божий, о чем Лермонтов писал на смерть Пушкина. А у неверующего ничего нет. Мне вот 83 года. Я еще ни одной таблетки не съел. А болит? Да, болит. Вот сейчас у меня как раз только что обследование было, у меня с коленями неладно. Но еще врачи не могут определить, что трудно ходить. Ну, все, я столько ходил, пас, тысячи километров прошел. Ясно, что что-то там истерлось, не хватает смазки. Но остальное-то радость. Люди приходят, даже ваша мама меня нашла. Как она нашла? У меня жена Надежда, а ваша мама Надежда. Надежда без Надежды. Надо жить интересно и красиво. Вот если мы будем переписываться, я вам скину свои материалы. А вы в Википедии знаете, что такое? Я познакомился. Ну вот, зарядите сейчас, давайте познакомимся. Зарядите Википедия. Набирайте Википедия по-русски. А потом Игнатий Лапкин. Это здорово будет. У вас будет доверие ко мне. Игнатий Лапкин. И как только откроется, скажите, сразу сверху посчитайте. Кто я, почему меня туда занесли. Вот так немного выдалось. Открывается? Так я уже открыл ее. Ну, если открылась, то вверху там первая строчка родился, а потом говорится, кто я. Какие у меня специальности? Не поверите. А в основном, здесь вынесли. Громко ты считаешь, чтобы я увидел? Писатель папе поддаляй. Что-то я не пойму. Там не открылась ли? Открылась. Открывается, нет? Я с телефона открыл. А у вас телефон? Ну, на телефоне-то тоже смотрят. Ну, тут то же самое во всех. Ну, попробуйте еще раз. Википедия Игнатий Лапкин. С пробелом. По-русски. А что именно нужно найти? Вот, а там откроется текст. Кто я? Моя биография, она одна такая, на весь интернет. У вас будет доверие. Я много лет вел занятия в пяти университетах. Передо мной тысячи людей прошли. Вот это миссионерская поездка была. Писатель, поэт, оратор, блогер, советский инсидент. Сокровный старостачтец. Так вы пропустили. С самого начала-то. Впереди-то еще четыре слова были. Миссионер, проповедник, исповедник. Вот. Исповедник означает, советская власть меня гнобила. Опыты надо мной делали. Подвешивали. Еще только не было. А я остался живой. Меня 26 лет они долбили. Последний раз я освободился только в 87-м году. 25-го марта. А 4-е января 92-го реабилитирован полностью. Жертву политической репрессии. Ты не найдешь такого больше, я сказал, себя. Осколок ГУЛАГа. И поэтому я много лет помогал тюрьме. Я вот когда беседую, меня на разные конгрессы приглашают. Ну и говорят там, какие у них, называют, проблемы. Я это слово выбросил. Я говорю, я его заменяю словами «нерешенный вопрос». А слово «это проблем» ничего не означает. И вот с этой позиции пришлось мне основать детский лагерь. Я его директор, 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Без помощи государства. С нуля деревню строим. Вам нужен отдых. Отдых от всего того, что есть добыть. Среди верующих. Молодой человек, там, 20 с лишним лет и уныние какое-то. Да как же так это? Бывает так, что там девчонка какая-то там обманула, отошла, бросила. Молодые, это вот на чем мучаются. А ты скажи, что она не нужна тебе была. И все, дальше поехали. Вот вы там, когда дальше потом Википедию посмотрите, на все документы сфотографированы. И увидите, вся биография написана. Она большая. Я к тому это говорю, чтобы у вас было доверие. Я не с улицы просто мальчик заскочил к вам. Поэтому я много лет работал на стройке. 40 лет. Мне не давала советская власть. Отобрала у меня должность. Я прорабом был на стройке. Ну и... Вот смотри у меня тут кто рядом. Гляди. Гляди, гляди, что делает. Опа. У меня две голубятни. Это так интересно. Кошки. Занимаюсь дрессировщик собак. И вот у меня вышло за 8,5 лет 38 томов книг. Каждый том 752 страницы. Полный комплект стоит 750 евро. И мы решили подарить библиотеки из Барнаула, Алтайский край. Мы прошли до Владивостока. Потом прошли Португалия. Скандинавия, Прибалтика. И 650 библиотек получили от нас подарок на 35 миллионов рублей. Поехали, денег нет. Это Бог делает так. Это настолько интересно. Тысячи выступлений. Каких только не было людей. И Господь всех смиряет. А ты что-то дома живешь, и мама рядом. Да тебе миллионы позавидуют. Мама старательная такая. Мы сегодня с ней хорошо поговорили. Вот был бы ты рядом, я бы тебя пригласил к себе домой. У вас какое образование-то? Какое надо? Я не понял. А какое именно образование надо? У вас 10 классов есть? У меня 11 классов. У меня 10 классов. У меня 10 классов. Ну вы чем так, опечален это? Если Богу молитесь, этого не должно быть. У верующих нет уныния. Печали это вот. Он надеется на Бога. А так человек, если не верующий, сатана ему петлю надеет на шею. Он его из этой жизни выкинет в ад. Гореть в огне будет. Сколько таких суицид устраивают? Им счету нету. Я не совсем понял вопрос по образованию. Какой целью он задавался? Ну вот сейчас, в данный момент у вас какие есть желания, которые не выполняются? Какие конкретно? Да тут на голову вообще. А мне вопрос пока что по образованию. По образованию вам что именно надо было? Ну а по чем образованию? Это что мешает получить то, что вы желаете? То есть работаю я вообще не по образованию. То есть я как бы работаю я тренером шахматным. Образование у меня программиста. Закончил я... Да это какая работа? Это какая-то работа шахматы. Я вот 40 лет пещи клал по стране. Мне не давали работать. Ничего. Во, три дня свободные. На велосипед. Глина лежит там, я к хозяину. Вам пищник нужен? Да их сейчас нет, мы не можем найти. Я пищник с огромным стажем. Все. Вот они делают человека три. Неделю. А я за день две пищи выкладываю. Люди, друзья, деньги всегда при себе. А если бы не стали... Я пошел бы полы настилать. Пошел там и строил дачи. Руки у меня есть. А почему я должен теперь... Я когда-то в шахматы любил играть. Но это пустое все. Жизнь это не игра. Это серьезное дело. Главное уверовать во Христа. Жить для Бога. И ты знаешь, что у тебя цель. Ради этого я смиряюсь. Ради этого на всем экономлю, чтобы помочь нуждающимся. На себя, чтобы совсем мало тратить. Мне Господь позволил достичь высоких вершин здесь. Я жил прям ни на чем. Посчитаю другой раз. Три месяца прошло, а я еще копейки не потратил. Вот как Бог делает. Своя картошка, все свое. Посты соблюдаем. Сейчас великий пост будет, который нельзя есть мясо. Я мясо не ем вообще круглый год. Больше полвека в рот не беру. Алкоголь не именуется. Про табак даже говорить не будем. Наркотики. У нас общество очень хорошее. Вот когда кончим говорить, я вам скину туда. Вы зайдите и там увидишь написанное. Вячеслав Семенов. Он как главный. Чтобы он вас записал. Звонок будет. И будете. У вас все изменится сразу. Я вот где был в тюрьмах, в лагере. На моих глазах убивали людей. А ко мне пальцем никто не притронулся. Вот как Бог делает. Не они один. Сижу в тюрьме. В это время начальник тюрьмы, полковник. Он раз за разом меня вызывает для беседы. Задает вопросы. А я знаю, как отвечать. По слову Божию. Я отвечаю на тысячи вопросов. По пяти параметрам каждый вопрос. Этого нигде в мире больше нет. Почему? Я 60 лет учусь. Мне было 23 года, когда я впервые Библию увидел. А теперь, вот сколько людей есть. Если это Библия, я разговариваю с людьми, открывая, не открывая ее, называя какая глава, какой стих. А это в этом переплете 77 книг. Если мусульмане, я с ними беседую по их книге. Я называю суры Айяты, вместо главы стихов. Коммунисты, я буду с ним по трудам Ленина беседовать, Карла Маркса. Это же интересно. Тобой нуждаются, к тебе обращаются. Я все делаю бесплатно. Нигде, нигде, нигде не рубля. Пенсия мне самая маленькая. Мне работать не давали нигде. Ну и поэтому только во вневедостной охране сторожем того района, где я живу. Ну а сторож, какая там зарплата? Да еще эту пытаются отобрать. Ничего. Нужно быть веселым и радостным. Скинь себе эту хмарь-то. Сейчас поговорим. В конце, если пожелаешь, помолимся. Я буду молиться. А ты в конце, я когда скажу аминь, и ты согласен, скажешь аминь. Это как твоя молитва будет. Ты увидишь завтра, другое у тебя будет. А почему шахматы это не профессия? А шахматы... Вы знаете, у Львана был Владимир Ильич, Ленин. Он говорил, шахматы очень серьезные для игры и совершенно несерьезные для жизни. Вот и все. Что, кому не нужно? Ну, передбегай ты день и ночь. Какой был Карпов? Где он? Да какие были-то? Датьяна Гриня. А Фишер, Асмыслов, Абатвинник, Чемпионы Мира. Где они? Ничего нету. И ветром разлучил. Что ты передбегать баклажки эти? Не надо это? Ты на улицу пойди. На улице там гимнастикой занимайся, пробежку сделай. Кровь прозагрей. Много не ложись, днем никогда не ложись. Никогда. Я в зал хожу. А? Я в зал хожу. Что-то не пойму это слово. Киналерный зал. Нельзя, никогда. Ну, допустим, я 55 лет живу с женой. И она меня ни разу не видела, чтобы я лежал. Никогда. Я считаю, вот специально стул, это я сделал так, чтобы на обыкновенный стул, там, палочки. Чтобы вот так вот иногда нужно днем. Ну, сильно. У меня два с половиной часа на сон уходило. Я вот так отклинулся, глаза зажмурило, все. На сон у меня уходит, смотрели, 43-47 секунд. Полностью отключенный. У меня сон в сладость. В радость. Почему? Потому... Тренажерный зал ходить нельзя? А? Тренажерный зал ходить нельзя? Ну, почему? Деньги-то платить не надо. Если было бы у вас хозяйство, ты бы обрабатывал, тебе не надо. А так почему-то? Деньги платить надо за это? Да. Ну, не надо это. Дома встань, позанимайся, поджимайся от пола. Пребей турник на турник. Там ничего не даст это. Ты не питай чужих. Ты, наоборот, эти деньги найди, да нуждающимся помоги. И там молиться будут. У тебя все изменится сразу. Что ж ты, молодой человек, так руки опустил? Нехорошо это. Тем более у тебя имя Евгений. Ты знаешь, как переводится? Примерно. Благородный. Породистый. Ты породистый такой, знаешь? Любой на тебя поглядит и скажет, вот это здоровяк. А по работе, как бы, у меня большого выбора нет. Нет, а выбора-то один раз выберешь, что каждый день выбирать, что ли? Я пошел, вот экзамены сдал после 10 класса. Отец мне не дал дома работать. Иди учись. Дал 3 рубля. Отец у нас инвалид войны. А ребятишек у нас в семье 10. Они с матерью полкласса не кончили. Представь, 10 ребятишек. 5 мальчиков, 5 девочек. Денег-то нету, отец спасет. Он дал мне 3 рубля. А чтобы доехать до Барнаула, я 2,30 за билет отдал. Осталось 70 копеек. На 70 копеек я в городе должен снять квартиру. Должен поступить в университет. В институт тогда он назывался. И питаться чем-то. Конечно, я побежал сразу подрабатывать и на вокзал, и везде кому помочь. Я выжил. Даже нужды нету. А потом в воскресенье рыбачим. У нас своя рыба. Вот мы сейчас строим деревню православную. 5 прудов сделали. Рыбы завезли. Она растет. Теперь я могу сетями, неводом. Захватили, сразу полтора центра вытащили. Всем по деревне раздали. С нуля строим деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Первоначальное. Ты радостный будь. Все-то куда-то там, туда-то. Шахматы в руки не прибей. Не прикасайся больше к ним. Они ничего не дают. Вот он думает, там сидит, с ума сходит. Какой был Алёхин? Чемпион из чемпионов. Так умер за шахматной доской. Даже Иван Грозный за шахматной доской скончался. Я играл. Там они, кто там, мастера спорта. Уже серьезные игры были. Я заучивал эти разные партии. Алёхина, Ботвинника. Но это ничего не дает. Я самостоятельно изучил несколько языков. С этими людьми разговариваю. Меня пригласили в Америку. Там с ними. В Германию с немцами разговариваю. А в школе языка не было никакого. Деревня. Я и не знал, что можно выучить. На немецкий язык у меня ушло 6 месяцев. На английский 4. На латышский 3. Видишь как? А я деревню. Я с деревни. Спрашивать-то нечего. Но я никогда голову не опускал нигде. Я обращаюсь за помощью. Ко мне не сотни, а тысячи людей. Которые пришли. Преступники встали на истинный путь. Это не мое. Это Бог делает. Благодать Божия. Он избрал меня на это. Ну и мы молимся. Вот через 2 часа у нас 100 поклонная молитва. Я тебе показываю все. Еще не скрываю. У меня английского нет. Ну, все будет. У нас не клоун был в английский язык. Но? А толку никакого. А как? Can you speak? I see you, but Jesus Christ. This Holy Bible. See you, please. По-немецки. Вот как это звучит. По-русски это так звучит. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смерти нет. Есть переход с одного состояния победного в другой. А вот у тебя, дьявол, охмурил. Ты теперь в таком-то возрасте у тебя пламя должно идти от тебя. Чтобы все чувствовали, с тобой побыл, кто он, энергией зарядился. А так все. И мама тоже боится за тебя уже. У мамы свои вопросы. Я ей сегодня посоветовал, что делать. Я не профессор. А мне профессорскую ставку ставят. Я одновременно в пяти университетах вел занятия. И в тринадцати школах. И везде отказывался от зарплаты. Все делал во славу Божию. Вот организовал детский лагерь. И я его директор. Сорок пять лет. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Ни рубля не получили. Этого нигде больше не было. Ни один не заболел. Больные делаются здоровыми. Наркоманы забывают про эту мерзость. Суровая дисциплина. Рано встаем. И вот приезжают с разных стран. Поучиться. То другое. А где вы вот это взяли? Я говорю, в Японию. Это канзё. Национальный культ. Не стонать. Никогда не быть угрюмым. Канзё. И дети маленькие это знают. И вот они удивляются, где я учился. Я говорю, вот это я взял в Новую Зеландию. Вот это с Австралии. Вот это правило в общежитии в Великобритании. Я по всему миру ездил. Только в миссионерской поездке мы прошли все страны Европы, Скандинавия, Прибалтика. 120 тысяч километров. И подарили на 35 миллионов рублей. Этого никто никогда не делал. Почему? Мы любим Господа Иисуса Христа. Он умер за нас. И кровь свою пролил страданием. На кресте меня он искупил. Вот как. Я вам скину тут свои стихотворения. У меня 4 тома стихов. Каждый том 800 страниц. Таких не бывает, чтобы стихи. 3467 стихотворений. Притом все по 9 куплетов. И эпиграф из Библии. Пример 87 положено на музыку композиторами. И поется в интернете. Я вам это скину. Все вы послушайте. Там есть что послушать. Они все. Вот я на корабле работал. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятия холодной волны. Над пропастью мглы. С ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых Мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клянутся капитана. Стармеха. Проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена раза в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу. Своей кончиной других я улег за собой. Это поется. Интересно? Вот слышишь, что там заложено? Или вот Святая Русь. Когда была святая, скажи ты дату срока имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино. Вина. Война. Хватали все от севера до юга. До порта Артура. Ост по острову. Все подгребли. К самому тайгу и в югу. И расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас сокровища земные? Транжирины сжато рубят по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть. А облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенное нам. Не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы и химеры. Ты чувствуешь, какой набат? Ну да. Притом они у меня пишутся на молитве. Когда я молюсь, проплывает строка. Я ее не вижу. Я чувствую ее. Чувствуем. Я сразу записываю. А раз 9 куплетов, 36 строчек. 35 я могу записать закрытыми глазами. Это чудо Бог делает. Это все Божье. У меня такие стихотворения. В Москве в литературном институте просили рассказывать. Я был там. Это диво Бог делает какое. Я себя не считаю ни поэтом, ни писателем. Я печник-сторож. У тебя какой рост вверх? Сколько у тебя рост? 183. Сколько? 183 или 182. 183. Так. А вес сколько? От 88 до 94. Так у тебя немного лишнего веса. Всего 7 килограмм. 7 килограмм надо сбросить. Потому что точно не назвал сколько. Если 92 у тебя там будет. Ну тогда еще 2 килограмма накинуть. Убрать. Постом и молитвой. Ты просто объяви войну этому чреву. Лищем и не есть. Ешь всегда точно по часам. Сейчас пост будет. Ни мясного, ни молочного, ни яйца. Чтобы рот не брал. То есть у тебя должны быть правила какие-то. Ты же не скотина. Знаешь как тебе интересно это будет. У тебя для тебя все в новинку. У нас когда смотрят какие юноши, девицы. А у нас ни одного развода, ни одного аборта нету. Мужчина это господин. Она во всем его слушается. И люди говорят неужели в 21 веке такие люди сохранились. У нас такого нету. А? Недавно вот расстался ровно по этой причине. С кем расстались? Девушка была. Ну я хотела жениться. Ну если только вы с ней не спали вместе. То еще беды никакой нет. А если были то вы блудник. Поэтому у вас только сатана давит так угнетение. Вот такие это годы угнетения. Повторяю. Мне 83. Смотри. Метр семьдесят два. Шестьдесят пять килограмм. Надо же эти интересные... Понимаете какая проблема была? Как? Понимаете какая проблема была? Там все мама, 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 мама. Я говорю хорошо. Давай как бы съедем на квартиру. Давай как бы поженимся. А она типа... Да вот. Давай поженимся. Проблемы все потом пройдут. Сами собой. А вот слово проблема я не говорю. Нерешенный вопрос. Я заменяю это. А с матерью надо жить. Рядом. Это намного легче чем одному где-то. И она приготовит. И с детьми есть кому водиться. Все такое. Это кто воду разбрызгал, а? Ах вы и кудесники такие. Я с голубями разговариваю. Дал попить, они залезли, купаются. Им все разбрызгали воду. Да приготовить-то я могу сам. Я все умею. Повторите еще раз. Да приготовить-то я сам могу. Я все умею. Ну мало что. Тебе время на другое надо тебе. А готовить это много надо. У меня вот сын готовит. А жена рядом тут она. Болящая. В любой обстановке надо победителем быть. Мне в жизни многое пришлось повидать. Многое-многое. Пять тюрем. Лагерь. Это что столько-то стоит. У меня в общей сложности 26 лет советская власть убивала. Я живой. Еще только не было. И нужды нет никакой. Хорошие отношения и с КГБ, и с прокуратурой, и с судом. Потому мы молимся. Молимся. Девушка, девушка, я не знаю, что их куда-то несет постоянно. Вот куда-то несет, что-то им надо. Вот и там зарабатывать. Какую-то карьеру строить. Какой-то там семье помогает. Там семья вообще просто ужас. Они не знаю, как бы... Ну, какая-то там. Потом по психологам носится. Все делают, короче. Вот. Но лишь бы меня не слушать. Вот последнее вроде бы слушал, вроде все нормально. Пока не влезла сестра, пока не влезла мать. Как бы там все дальше пошло непонятно по какому направлению. А ключевым моментом для этого стало, знаете, что... Сестра привела в дом парня своего. То есть там две сестры живут, она привела парня. Я сказал, как бы, своей девушке, что, как бы... Я, как бы, это вообще не одобряю. То есть, либо, как бы, переезжай ко мне, как бы... Либо выдворяйте этого парня. Мне и на то, и на другое, короче, отказ сделали. Ну, вы понимаете, отношения в любом случае там разрушились. Потому что я не могу просто сидеть на нервах. То есть, хотела я телефон купить. Давай тебе телефон куплю, как бы, ну, нужно было. У меня возможность была. Она купила в тот же день телефон себе встаяне от меня. Я хотел подарок сделать. И, как бы, я потом спросил, а на что ты купила? Потому что денег-то особо-то и не было. Оказалось, она кредит взяла. Я нам не говорила, что у нее кредит взят. Я, как узнал, короче, вот, я, не знаю, как-то, не знаю, заставил, что ли, сказать. Но это где-то было через месяца четыре. Я узнал, что у нее есть там, там, чуть ли не 50 тысяч. Там, чуть что-то кому-то не хватает. Она берет кредит. Ну, я не знаю, как бы, о чем можно было говорить. Я кредиты не беру, я вот чисто сам. Я почему шахматами работаю? Потому что на официальной работе там нужны прививки. А после прививок у меня всегда проблемы начинаются. И тем более там прививок в СОВИ доставить и так далее. Я к врачам ходил, когда мне говорили, вот тебе по этому инвалидность надо, вот тебе мы здесь тоже инвалидность делаем. Там, по коленному суставу тебе портез поставим. Там, по глазам только операция тебе поможет. А, это, с пазухи эти тоже не лечатся. Я к врачам не хожу, как бы, чисто по этой причине. Потому что от них толку никакого нет. Я вот в самом итоге разбираюсь. И какие-то там пару-тройку лекарств искал. Вот, они помогают. Они не решают все проблемы, но они помогают. И, по крайней мере, безвредные вообще. Вот, но стараюсь не злоупотреблять. Потому что, если меры нету, то даже хорошая в обряд пойдет.